Будучи сельским головой, это уголовное дело, но это уголовное дело было уже, когда я не был сельским головой, прежде всего я был руководителем областной большевщины в Донецкой области Преноковича. Вы представляете, что это такое? Вот вам ответ. Долго рассказывать, сколько там чуши написали и сколько там всякой, скажем так, незаконности было. Но это долго рассказывать. Это было в самом начале, еще ни о каком депутации разговора не шло, потому что предыдущая рада была в 2012 году избрана. И то, что как раз сняли обвинение, говорит о том, что там состава преступления, ну никакого не было. Там была действительно чистая политика. Те же прокуроры извинялись, сказали, ну, Константинович, вы знали, куда шли, в политику, вы же боец, вопросов нет. Вы были в партии регионов? Ой, в партии регионов я был еще до этого, когда я был только сельским головой. Когда мне это была политика, в принципе, неинтересно, я занимался бизнесом, селом своим. И, скажем так, в Донецкой области все должностные лица, это норма вещей была, это была обязательная какая-то вещь. Когда всех, скажем так, не было все равно, а людям была поставлена задача, потому что все, допустим, сельские головы, руководители хозяйств, фермерские и так далее, были в партии регионов. На одной из коллегий в райадминистрации, Константинович, дайте фотографии, знаете, через две недели, вы уже член партии регионов. Говорю, есть повод выпить. Это были далекие начала 2000-х годов. А уже потом, когда я действительно понял, что надо заниматься политикой, как говорится, если ты не интересуешься политикой, то политика будет интересоваться тобой, да? Есть такое поводворожение. То я был, вступил в ряды народного, вернее тогда еще фронта ЗМИН, и когда произошло объединение фронта ЗМИН и Батькинщины была объединенная, Батькинщина, я возглавил Донецкую область. Продолжение следует...